Всем привет, с вами Артём, и мы завершаем проходить Брокенсворд Тинтемплиеров. Я думаю, что эта серия будет последней. Мы забрались в один из старых замков в Шотландии, и тут... Офигеть, тут столько пороха. Нет, Джордж! Что? Не бери факел. Если ты не заметил, в подземелье полно пороха. И что? Ты мне не доверяешь? Дело не в доверии. Разве? Ты считаешь меня под лицом, да? Не глупи, Джордж, и говори тише. Мне послышалось что-то вроде пения. Так, давайте я сохранюсь, потому что я боюсь, что сейчас какая-нибудь ерунда может произойти. Вот, хорошо, пошли тогда вперед. Не до тамплиера здесь. Слушай, я четко слышу пение. Точно, и я слышу. Как думаешь, что они делают? Не удивлюсь, если они проводят какую-нибудь сатанистскую оргию. Так чего мы ждем? Сатанистская оргия. Вы только посмотрите. Бафомет. Лавино был прав. Это место древнее даже по меркам тамплиеров. Все это место... И есть Бафомет. Наконец, вот она истина. Тамплиеры никогда не поклонялись этому мрачному идолу, не более чем радуге. Но как радугу, они считали его символом договора с Богом, открывшим им это место. Росо. Росо. Ах ты, двуличный, коварный. Напротив. Инспектор Росо был образцом послушания, что важно для настоящего тамплиера. А сейчас молчите и слушайте, если хотите жить. Братья и сестры, мы собрались, дабы увидеть перековку меча, который был сломан. Здесь, пред стражем Господнем, Бафометом, великий магистр и рыцарь Бафомета, приветствуем и приносим тебе клятву верности. Приветствую тебя, хранитель храма. Семь столетий назад наше величайшее оружие, меч Бафомета, было утеряно. Теперь же мы готовы перековать его и обрушить на головы новых врагов. Мы принесем людям новый порядок, в котором растворятся все границы. Все народы объединятся под Красным Крестом Тамплиеров. Замечательно, нам еще и ролик показывают теперь. И что же тут происходит? Что-то пошло не так, я правильно понимаю. Эм? Джордж, мы с уважением взирали на твои попытки остановить нас. Но ведь ты понимаешь, что ты был обманут нашими врагами. Мы оба желаем лучшего мира. К счастью, ты не причинил вреда. Нам нужны решительные и находчивые люди, как ты. Джордж, присоединяйся к нам. Вступи в истинное братство. Ага. Истинное. Постойте. Братство? А как же Марке? А Пеграм и Клаузнер? Вы обошлись с ними не как с братьями, а как с ошибками. Трое человек мертвы, а вам хоть бы хны. Джордж, ты же знаешь, жертвы неизбежны. Как каждое великое начинание присоединится к вам. Скорее мы встретимся в аду. Ах, Джордж. Я возлагал на тебя такие надежды. Очень жаль. Экланд, убей его. И что? Ага, молодец, Нико. Отлично. Ты чё, женщину бьёшь? Блин, ты чё, мужика бьёшь? Ты чё, всех бьёшь? Офигеть. Это мы его так задушить умудрились? Стоп, что? Россо? Клянусь. Я хотел сделать всё правильно. Обалдеть. И Россо грохнули. Взять их. И убить. Им не скрыться. Так, пора сваливать как можно быстрее. Так, так. Это ли не великий детектив и его прекрасная ассистентка? Убить вас обоих будет величайшим удовольствием. Джордж! Джордж! Что нам делать? Секунду, подождите. Безумие, но всё сходится. Меч, колоссальная энергия, божественная сила. Это общение с ангелами, средство постичь скрытое знание, божественные тайны. Сила, которой обладали тамплиеры и которую они потеряли. Ясное дело, что нео-темплиеры так хотят найти этот меч и вернуть его силу. Наверное, он и был истинной целью Эдуарда Второго, который повёл английские войска на Беннекберн. Поэтому тамплиеры помогли шотландцам. Сейчас, секундочку, я сохранюсь перед тем, как тут что-то больно страшно стало. То мало ли, сейчас нас этот дебил ещё убьёт. Да! Нико, скорее, мы уходим! Глупцы! Вам от нас не убежать! Гвидо! Останови их! Но, хозяин, порох... Этот порох помнит английскую гражданскую войну, дубина! Ему больше трёхсот лет. Думаешь, он взорвётся? Я подумал, что всё кончено, но у Нико в рукаве нашёлся ещё один фокус. Точнее, в её сумочке. Сумочка, полная взрывчатки. Может и так. Но эта штука совсем новая. Зашибись! Убегаем нафиг отсюда! Ну да, конечно, Гвидо. Так ты остановишь взрыв. Погасишь ты фламя. Мы дорушили замок окончательно просто. Вот так вот, ребята. Да наконец-то они поцеловались! Да ёлки-палки! Ура! Я вот этому, честно говоря, даже больше рад, чем тому, что мы остановили неу-тамплиеров. В Шотландии мы надолго не задержались. Отпуск Джорджа подходил к концу. А мне надо было писать статью. Не правду матку, конечно, но и полуправды порой достаточно, чтобы оплатить квартплату. Мы с Джорджем провели остаток его отпуска в Париже. Я сводила его в любимый ресторан, а он блеснул своими лучшими анекдотами. Знаешь, Нико, теперь этот город полон воспоминаний. Кафе, музыка, канализация, и не говори, клоуны, жонглеры. И, о, и наш приятель Лобино. Да, дорогой Андре. Когда мы только встретились, и я пытался играть в детектива, ты часто пропадала, Нико. Вы с Лобино были, эм... Кое-что происходило, но к Андре это не имело отношения. Ага. Дело прошлого, с которым мне надо было разобраться. Самой. Вот и я и разобралась. Теперь все позади. Эй, а я когда-нибудь рассказывал тебе о пожилой орландской парочке и лотерее? Нет, но думаю, что расскажешь. В общем, пожилые супруги и орландцы женаты уже в вечность полсотни лет. И вдруг выиграли в лотерею. Ну что ж, друзья, на этом у нас закончилась игра. У нас закончилась игра Broken Sword Teen Templiers, расширенные издания. У нас появилась вот эта кнопочка. Пара слов от создателя. Спасибо за то, что играете в Broken Sword Teen Templiers, расширенные издания. В 2010 году компания Revolution отпраздновала свой 20-й день рождения. В 1990 году была снесена Берлинская стена. На рынке компьютерных квестов Тон задавала компания Sierra, создавшая серию King's Quest и другие известные игры. Ей на пятки наступала компания LucasArts, создававшая новые остроумные и забавные квесты. Вскоре должна была выйти игра Monkey Island. О, как я люблю Monkey Island, вы бы знали. Обязательно будет на канале. Я был директором по развитию в компании издателя Activision. И мне хотелось создать студию, которая бы бросила вызов американским гигантам. Тони Уорренер, дизайнер и программист, с которым я работал за несколько лет до этого, признался, что ему надоело писать программы для авиации. Его коллега Дэвид Сайкс был с ним солидарен. О Нойрен Кармоди, которая была генералем-управляющим британского отделения Activision, хотела перейти от издания к разработке. Это команда Revolution в 1990 году, когда мы начали работу. Шон Бренай, ну в общем, вот так вот я пролистаю вам, ребят. Вы можете почитать это все на паузе. Это первый набросок Джорджа. Это один из первых набросков Нико. Особенно я горжусь тем, что через 15 лет после начала работы над нашей первой игрой, многие поклонники до сих пор интересуются нашей продукцией и высказывают неподдельный интерес к этой серии. Спасибо вам, Чарльз Сесил, создатель. Создатели игры. Шикарно, ребят. Ну что я могу сказать? Я был очень рад вернуться в эту замечательную игру. Это одна из моих самых любимых игр. Можно сказать, это одна из моих самых первых игр в моем, так скажем, сознательном возрасте. И с нее у меня появилась, именно проявилась любовь к квестам. Это был мой первый квест. Не считая Monkey Island, который был в бессознательном возрасте. Скажем так, я когда в него играл, он был на английском. Я ничего не понимал, мне было 2 или 3 года. В общем, а Broken Sword была первой игрой, в которой я поиграл вот именно в жанре квест на русском языке. Я надеюсь, что вам понравилось это прохождение. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте. Зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Twitch канал. С вами был Артем, до встречи в следующих прохождениях. Всем всего хорошего. Пока.